Ребят, всем привет! Сегодня видео полностью посвящено косметике марки Шик. Покажу то, что я приобрела, и такое небольшое резюме по поводу каждого средства, которое я использовала. И сегодня будет такой макияж всем, что, собственно говоря, я приобрела из этой косметики. Так, приступая к макияжу, я использую замечательнейший, удобнейший, комфортнейший мист для лица от Pixi. С розовой водой. Он потрясающе, великолепно просто увлажняет кожу, и это лучше любого увлажняющего крема на лето. Я отправляю вот этим карандашиком Moda CM 05. У него красивый средний коричневый оттенок, очень простой и качественный в использовании карандаш. Стоит копейки, а цвет и текстура у него наиприятнейшая. Им очень легко прокрасить брови, и хватает его очень-очень сильно надолго. По стоимости он в районе, по-моему, 240 или 230 рублей стоит. Я от Сони наношу тональные средства, использую два консилера от DSM. Вот этот Fixalure 02, он теплый такой, бежевый, то есть он не уходит в какой-то очень теплый потон. Им легко корректировать недочеты, если у вас средний тон кожи, не слишком светлый, идеальный будет консилер. Он, кстати, очень по текстуре похож и по плотности на консилер от бренда Nars. И я очень люблю его часто использовать. У меня уже он, кстати, почти заканчивается. И для высветления области немножко вокруг глаза, вот этой зоны, я использую вот этот консилер. Он такого розоватого, прямо светло-розоватого оттенка. Я его миксую вместе с вот этим. То есть получаю такой средний подсвеченный такой розовато-бежевый цвет, который чуть-чуть прям капелькой наношу в уголок глаза. Для бронзера использую Терракоту Герлен в 0,2 оттенке. Это бронзер-румяна. Здесь сочетается все. Очень удобно накраситься и щечки, и как бронзером. Получается такой легкий подсвечивающий эффект. Полу такой коричневато-бежевый, полурозоватый, естественного такого легкого, солнечного, натурального румянца-загара. То есть не нужно использовать два средства, у вас все в одном. Перехожу к макияжу самих глаз. Непосредственно буду использовать вот этот стик от Шик. Тени матовые в стике, которые достаточно стойкие, ими очень легко и просто накраситься. Начинаю с того, что прорабатываю тенями и растушевываю. То же самое делаю на втором глазу. После того, как я растушевала, добавляю еще немного в середину или в уголок, где это нужно по количеству оттенка, и еще раз растушевываю. Затем я сверху добавляю немножко еще в уголок, подтушевываю, делаю как бы такую стрелку визуальную, но все равно ее тушую, чтобы не было такой явной, как бы прорисовки карандашом. После того, как я растушевываю, перед нанесением тушью прохожусь уже активной линией четко по верхнему веку, по как бы межресничному, скажем так, пространству. И оставляю эту линию, она уже смотрится не активно, а просто немножко помогает дополнительно выделить, скажем так, глаз. В качестве туши для ресниц использую тушь 4D от Clorans. Она делает естественно натуральные, но очень длинные, красивые, черные, смольные, распахнутые ресницы. Ее достаточно немного использовать даже для того, чтобы взгляд был очень выразительным. Одна из любимых гипоаллергенных туши, потому что летом у меня из-за сильных ветров, например, очень сильно начинают слезиться и воспаляться глаза. И вот эта тушь для меня и в летний период на самом деле спасение, потому что она абсолютно никак не ощущается на глазах, но при этом дает хорошие, красивые, черные, такие смольные, длинные ресницы. Для бровей буду использовать тинт от Chic. Он очень интересный, он похож на тушь для бровей, скорее чем на тинт. У него немножко такая гелевая, жидковатая текстура, окутывающая волоски. Он прокрашивает, но делает это очень легко. Нужно убрать лишнее средство с кисточки, потому что его выдавливается, когда вы вынимаете кисточку из туба, слишком много, и нужно лишнее немножко подсобрать. Тогда волоски будут аккуратно прокрашены. Наносить лучше сразу с первого раза, потому что потом он высыхает, и второе повторное нанесение на волоски не дает такого ощутимого результата, нежели если вы прокрасите просто один раз. Но хорошо то, что он прокрашивает достаточно активным, ярким акцентом цветовым, и поэтому он и похож, я считаю, больше на тушь для бровей, чем на гильзах. Фиксирует он тоже достаточно хорошо, при этом мне нравится, что текстура достаточно легкая, и она никак не ощущается на бровях. Хотя брови выглядят очень аккуратными и хорошо прокрашенными. Для губ буду использовать два новых карандашика в оттенке Гарта и Верона. Мне нравится их сочетание как по отдельности на губах, так и очень нравится сочетание вместе, вкупе. Первое, что я покажу, это комбо из двух карандашей на губах, именно вот этих вот вместе. Сначала нанесу в качестве контура карандаш Гарта на губы, немного растушую его, где-то если нужно добавлю, еще подтушую, и уже в центр губ наношу Верона. У него достаточно такой теплый, хороший, нейтральный оттенок, без какого-то очень слишком теплого подтона, и вместе они дают красивое, коричневое, спокойное сочетание такого среднего оттенка. Карандаши мягкие, они легко тушуются на губах и легко создать как такую твердую, плотную линию, так и легко растушевать в процессе. Держатся они средние по времени, не сказать, что быстро съедаются, не сказать, что очень долго держатся. Но для деревянных карандашей, таких базовых, это очень хорошие карандаши по оттенкам и по тому, насколько долго они носятся. Так, резюмируя каждый из средств, давайте пройдемся по каждому пункту. Как говорится, отдельно. Начнем, наверное, с матовых вот этих теней в стике. Тени очень красивого оттенка, такого томно-коричневого, серого, плотные, хорошо ложатся, быстро растушевываются. Вам достаточно немного нанести, растушевать кисти, очень быстрая тушевка, очень легко растушевываются. То есть, это вариант для тех, кто хочет быстро и качественно накраситься, не прилагая максимум усилий, получая максимум результата. Я бы так сказала, наверное. Мне очень нравится оттенок. Во-первых, он на каждый день абсолютно вот такой вот качественный, коричневый, с немножко приглушенным каким-то серым отливом. Чуть-чуть в нем есть, ну не шиммер, но такое вот сияние шелковистое. То есть, он где-то немножко отсвечивает. Но не за счет блесток, а за счет какого-то вот небольшого количества мерцающих, возможно, частиц. Вот с небольшим, с небольшим переливом. Смотрится очень красиво на веки. Очень деликатный оттенок. Как в наслаивании хорош, то есть, несколько раз наслоить, потрясающе. На веки за все время вот носки, за весь день не скомкивается, в складочке тоже не образуется. Наносить его можно на чистое веко, просто без консилера, без базы, вот просто на пустое, скажем так, веко. Ну, увлажненное, естественно, слегка, потому что иначе кожа все равно как-то будет, понятное дело, ощущать косметику. Тут достаточно большой объем у них. То есть, я думаю, что их надолго хватит. Посмотрите, какой стик. И это я пользовалась уже ими неделю, считай. А так, они были чуть-чуть больше, но такого количества хватит, я думаю, очень на долгий срок использования. С учетом того, насколько они пигментированы и как немного нужно нанести. Тинт для бровей. Ну, по поводу него я хотела бы сказать, что средство мне понравилось. Понравилось чем? Во-первых, оттенок. Хороший, средний, коричневый. Подойдет и для блондинок, и для брюнеток, и для среднего цвета. Ну, он такой вот удобовримый, хорошенький для всех, можно сказать, оттенок. Такой красивый. Хороший, коричневый. Тоже не слишком холодный такой, очень серый какой-то в серый подтон, и не слишком теплый. Это плюс. Плюс то, что он хорошо прокрашивает именно сами волоски. То есть, как прям тушь для бровей такой работает. Плюс то, что он очень легко ощущается на бровях. Например, по сравнению с моим любимым гелем с фиброй от L'Oreal. L'Oreal прям вот он ощущается на бровях. Вот вы ощущаете, что ваши волоски, как бы они немножко под грузом какого-то средства. Здесь очень легкая текстура, и это плюс. Наслаивать его, когда уже высох гель, проблематично. Поэтому лучше сразу прокрасить. Когда он уже высыхает, он немножко все-таки на бровях фиксируется так. Немножко как-то жестковато, можно сказать, даже. Минус самый главный. Здесь хорошая, удобная щеточка, и по форме она такая классная. Реально ей, ну, очень хорошо, удобно можно прокрасить волоски, если у вас даже немного их. Но самая большая проблема в том, что здесь очень большое количество геля остается, когда вы вынимаете щеточку из самого, из самой тубы. И поэтому ее, конечно, нужно обтирать сначала об футляр, а потом, конечно, чуть-чуть все-таки об салфетку аккуратно. Иначе получается переизбыток прям геля. И это достаточно проблема, потому что он прям склеивается. То есть, лучше хорошенько прочистить. Ну, самый сок, наверное, это карандашики для губ. Карандашики просто великолепные. Гарда это темное-темное, такой шоколадно-спокойный, коричневый. То есть, я бы не сказала, что он с каким-то теплым потоном, нет. Он, скорее, такой, знаете, классический, обычный, стандартный коричневый. Без ухода в какой-то теплый цвет. То есть, он шоколадный, но не теплит на губах. И это, конечно, очень хорошо, потому что его классно и с коричневыми помадами, и с бальзамами, и с блесками, и, в общем-то, с любым средством для губ. Он будет даже и с розовой помадой, в общем, почти со всей цветовой палитрой он будет классно смотреться. За счет того, что как раз у него нет вот этого потона, теплого или холодного. Оттенок Verona. Verona это великолепная такая смесь, я бы сказала, охра с сиеной. Ну, как раз такие итальянские оттенки, поэтому название, собственно, оправдывает сам карандаш. Тоже великолепнейший, мне очень нравится. Он теплый и видимый, ощутимый на губах. Плюс, мне очень большой плюс, то, что сама формула карандашей, она прям такая мягкая, скользящая по губам, очень легко и классно, удобно накрасится. Что ж, ребята, на сегодня это все. Вот такой вот обзор на Марку Шик. Средства, которые мне очень понравились и которые обиходные на каждый день. Надеюсь, что было вам чем-то полезно и интересно. И до скорых встреч на канале совсем скоро. Пока!